Привет всем, кто дождался очередного выпуска про уход за кожей. Сегодня у меня очень такая важная тема про эпидермальный барьер, про церамиды. На самом деле сейчас из каждого утюга буквально рассказывают о том, что нужно наносить кислоты. Срочно все используйте кислоты, бегите, покупайте кислоты. И почему-то никто не говорит о том, что происходит после того, как вы наносите кислоты. То кожа действительно начинает там сиять, отшелушивается верхний слой. Но если вы это делаете постоянно и при этом никак не защищаете свой эпидермальный барьер, он разрушается. Конечно, он в том числе разрушается не только из-за кислот, но даже если вы постоянно используете кислоты, вы можете заметить, что кожа почему-то выглядит не очень. Скорее всего, что вы просто убили свой барьер. Вот и все. Сегодня мы об этом поговорим, это очень важная тема. На самом деле меня тоже очень часто просят рассказать про кислоты, хотя я уже про них рассказывала вот в этом видео. Довольно кратко, но довольно-таки понятно с примерами продукции от The Ordinary. Поэтому, если вы не видели еще это видео, я вам советую посмотреть, потому что The Ordinary это очень бюджетный, очень хороший бренд, который сейчас вроде бы как восстал уже из мертвых. Я надеюсь, что все с ними будет нормально, потому что у меня есть много продуктов, которые мне нравятся от них, и я бы не хотела ничего менять. Также я вам уже рассказывала про важность умывания, правильно подобранных средств для умывания. Есть целое видео с примерами, очень подробное, у меня там огромное количество разных умывалок, гидрофильных масел. Вот это видео, пожалуйста, посмотрите его, я вас очень прошу, потому что от умывания действительно зависит очень-очень много, если вы еще его, конечно, не видели. Но если вы смотрели это видео, то вы уже знаете, что неправильное умывание способно пересушить кожу, изменить PH кожи, разрушить кожный барьер, что приведет к трансэпидермальной потере воды, проще говоря, к обезвоживанию. Именно поэтому я никак не могу понять, почему все говорят про кислоты, и никто не говорит о барьере кожи, который мы должны защищать. Очень важно понять, что если ваша кожа супер-супер жирная, то в 99,9% случаев она вас обезвожена. Именно поэтому происходит увеличение выработки сала кожного, понимаете? Если супер-сухая, то это тоже нарушение. То есть все это свидетельствует о том, что у вас нарушен эпидермальный барьер. А эпидермальный барьер разрушается у нас, в принципе, каждый день. Во-первых, из-за того, что мы используем кислоты, а еще из-за того, что кто-то использует кислоты, и плюс еще другие активные компоненты. Поэтому я всегда советую, используйте один активный компонент за раз. Не нужно наносить витамин С вместе с кислотой, вместе с ретинолом. Не нужно этого делать. Один активный компонент за раз, и тогда все будет нормально. Кожный барьер создан как раз-таки для того, чтобы защитить нас от трансэпидермальной потери воды, то есть от обезвоживания. И его прочность поддерживает гидролюпидная мантия, которая состоит из жиров, из даже нашего пота, из различных кислот. Соответственно, когда происходит разрушение этого эпидермального барьера, вещества, которые не должны попадать, попадают. Вещества, которые не должны выходить, могут выходить. Что приводит к обезвоживанию, и у нас кожа становится либо очень сухой, либо ужасно жирной. Вы подумаете, что у вас кожа жирная, захотите ее очищать, и в итоге она становится еще более жирной. Вообще, как определить свой тип кожи, я тоже рассказывала, оставлю ссылку внизу. Если, глядя на себя в зеркало, вы недовольны своей кожей, если она у вас имеет шелушение, если она имеет покраснение, если какой-то есть зуд, чувствительность может быть какая-то, или даже аллергические реакции, знайте одно, что это напрямую зависит от состояния вашего эпидермального барьера. Значит, с ним что-то не так. Давайте пройдемся по пунктам, что чаще всего разрушает эпидермальный барьер. Первое. Это умывалки щелочные. И так как я про умывалки уже рассказывала, останавливаться на них не буду. Посмотрите видео, я оставлю ссылку в описании. Следующий пункт. Это скрабы и щетки. Про механическое отшелушивание кожи, пожалуйста, забываем. А если вам уже около 30 лет, то забываем и про щетки. Есть одна компания, которая усиленно навязывает мне попробовать свою щетку, но я щетками не пользуюсь, и вам про щетки ничего рассказывать не буду, потому что я считаю, что они мне уже не нужны. И мое гидрофильное масло прекрасно очищает мою кожу без всяких щеток. Третий. Это недостаток незаменимых жирных кислот, то есть то, из чего состоят липиды. Я вам рассказала, как мы убиваем свой кожный барьер, теперь давайте расскажу, как его можно восстановить. Если вы умываетесь мицеллярной водой, то, пожалуйста, обязательно ее смывайте. Мне кажется, уже многие об этом говорят, наконец-то, потому что в мицеллярной воде находятся павы. Вот это те же павы, которыми вы пользуетесь, когда моете посуду. Вот серьезно говорю. Да, они мягче, но это, по сути, то же самое. Это то, что растворяет жир. И поэтому именно благодаря тому, что пава остается на поверхности, ваш эпидермальный барьер разрушается. Надеюсь, это понятно. Поэтому мицеллярную воду мы обязательно смываем. Второй пункт. Мы используем умывалки с кислым PH. Где-то от 4.5 до, в идеале, 5.5. Это идеальный баланс. О лучших умывалках я уже рассказывала. Ссылка на это видео в описании. Третий пункт. Мы обязательно увлажняем кожу утром и вечером. Самый простой и действенный способ, да то, что использую я, это лосьон от Хадалапа с гиалуроновой кислотой. Он сравнительно недорогой. Он прекрасно работает. Очень хорошо увлажняет кожу. Поэтому возьмите себе за правило утром и вечером обязательно наносить сыворотку с гиалуроновой кислотой. Четвертый и последний пункт. Это запечатывание всего этого добра хорошим кремом с церамидами. Мы наконец-то дошли до того, с чего мы начали. Сейчас давайте поговорим о церамидах и зачем они нам нужны. Церамиды или керамиды это одно и то же и это разновидность липидов, жиров то есть. Сейчас все у кого жирная кожа подумали, а все, сворачивай эту лавочку, рука потянулась нажать на крестик и закрыть это видео. Но дело в том, что именно керамиды составляют большую часть гидролипидного слоя кожи или липидного матрикса, который как раз таки защищает нашу кожу от внешней среды и от потери влаги. Церамиды защищают нас не сами, вместе с ними трудятся свободные жирные кислоты и также холестерин. И сейчас также многие подумают, о боже мой, зачем мне нужен холестерин, какой кошмар. Мне кто-то спрашивал, зачем мне в креме холестерин, вы что, это же ужасно не полезно. Все сразу думают про холестериновые бляшки, но на самом деле холестерин играет огромную роль в нашей коже, в том, что наша кожа именно такая, какая она есть, такая вот гибкая и податливая. Так вот, если говорить подробно о липидном барьере, то он состоит из церамидов на 40-50%, холестерина там где-то 25% и свободные жирные кислоты 10-15%. И, к сожалению, к 30 годам 40% из этих церамидов вы потеряете. К 40 годам более 60% церамидов уже не будет, что влечет за собой потерю упругости, сухость и появление морщин. Если вы совсем молоденькая такая девочка, лет 15-16, то церамиды вам вряд ли нужны. Соответственно, если у вас есть какие-то проблемы с кожей, даже и те же акне, если вы на постоянной основе используете кислоты, и если вам немножко за 30, то тогда вам нужно вводить в свою рутину церамиды. Ну что, с основной частью мы закончили. Я надеюсь, я довольно-таки понятно объяснила, что церамиды действительно нам очень сильно нужны, и поэтому я сейчас вам покажу некоторые продукты, которые содержат в себе церамиды, которые я на себе испробовала, они мне очень понравились. Сразу вам скажу, к этому видео я готовилась не месяц, не два и не три, поэтому попробовала я очень много всего. Готовьтесь, берите ручку, берите листик и записывайте. Конечно же, я не могу не упомянуть о такой марке, как Elizabeth Arden, потому что именно они в 1990 году произвели просто фурор в сфере ухода за кожей, когда придумали капсулы, концепт капсул с керамидами, которые схожи по строению с нашими. У меня сейчас в руках их новинка, это ретинол с церамидами, но идея понятна, это такая же капсула, которую вы используете каждый день перед нанесением крема. В капсулах нет консервантов, нет отдушек, и они саморазлагающиеся. Кстати, если вам интересно видео про ретинол, то дайте мне знать, потому что это такой, знаете, очень активный компонент. Вообще, мне кажется, мне нужно снять видео про все активные компоненты, про витамин С, про ретинол, про нецинамид. Дайте мне знать в комментариях, если вам будет это интересно, потому что это такое видео, которое нельзя взять, просто сесть и снять. К нему нужно немножко подготовиться, собрать какие-то средства, чтобы вам показать, чтобы что-то посоветовать. Поэтому видео выходит очень редко. Советую присмотреться к этой линейке от Холика Холика. Действительно очень достойные средства, хорошие у них составы, действительно работают. Для более сухой кожи я бы посоветовала крем, потому что он более жирненький такой. Для комбинированной, для жирной эмульсии вполне хватит за глаза и за уши, потому что, ну вот, он и питает, и увлажняет, то есть его хватит 100%. Тоник для тех, кто хочет наслоить, чтобы было чуть больше церамидов. Вот это вообще идеальный, как мне кажется, вариант на осень, на зиму. Ну, опять-таки, у кого есть возможность, у кого нет, то, в принципе, одного средства тоже вам хватит. Так как мы с вами говорим про церамиды, я, конечно же, не могу упомянуть о марке ЦРАВЕ или ЦРАВИ. Я так и не поняла, как правильно она называется. В разных странах называют по-разному. Я уже вам рассказывала про их умывалки. У них все средства содержатся в себе церамиды и гиалуроновую кислоту, в том числе вот эти два средства, которые я вам советовала в видео про правильное умывание. И здесь, и здесь и керамиды, и гиалуроновая кислота. Здесь, кстати, еще есть неоцинамид для проблемной кожи, очень здорово. Этим средством я сейчас пользуюсь, это ждет зимы, оно для сухой кожи. В принципе, вам не обязательно иметь умывалку с церамидами, вы можете использовать что-то другое, но просто, чтобы вы знали, что здесь они также есть. Также очень сильно хочу посоветовать вам крем вот такой вот ночной от ЦРАВЕ. Вот так вот выглядит упаковка. Здесь в составе керамиды трех типов, гиалуроновая кислота, холестерин и неоцинамид. Состав у него безумно простой, это такой, знаете, базовый, базовый обычный крем, который за ночь восстановит вам ваш эпидермальный барьер. Кстати, насчет состава, вы меня спрашивали, почему составы отличаются, например, английский и русский отличаются от американской версии. Единственное, чем отличается, это отсутствием парабенов. То есть в наших версиях нет парабенов, в американской версии они здесь есть. Что касается концентрации церамидов, то, как мне сказали, она такая точная и концентрация 1%. Не более 1% позволено добавлять церамидов в кремы, поэтому, как мне сказали, и там, и там церамидов достаточно и всем хватит. Поэтому будем надеяться, что так оно и есть. Еще я очень сильно хотела вам посоветовать вот эту банку. Это крем для тела, он просто обалденный. Он ничем не пахнет таким вкусным, он пахнет церамидами. Запах у него именно такой. Здесь гиалуронка, церамиды, и это обалденнейший крем. Если у вас сухая кожа, ног, рук, тело, вот серьезно, только вышли с душа, сразу его намазюкали на себя и никаких проблем. Идеально на зиму, на осень, и огромная такая банка, вам ее очень надолго хватит. Но сразу хочу предупредить, если вы любите кремы, которые вкусно пахнут, это не оно, это не то. Поэтому просто имейте это в виду, что он классный, но он не имеет какого-то приятного запаха. Еще один крем с церамидами от марки Клэрс. Кстати, я сейчас заметила, у меня практически все коричина. Тоже хороший состав, здесь есть гиалуроновая кислота и один тип церамидов. Он такой, знаете, больше для сухой кожи. В принципе, я им пользуюсь и сейчас, но вечером. Потому что на утро для меня он слишком жирный. Вот, потому что моя кожа все-таки комбинированная, склонная к жирности. Если у вас сухая кожа, то он у вас впитается и у вас вообще не будет никаких с ним проблем, я думаю, даже утром. В общем, присмотритесь, тоже очень хороший состав, понравился мне. На этом все. Я поделилась с вами всеми средствами, которые я сама лично пробовала и могу вам их посоветовать, потому что они наверняка хорошо будут работать и на вас. Напоследок хочется сказать, что, возможно, для кого-то из вас кожа это сплошная проблема, это сухость, это прыщи, целлюлит, аллергия, пигментные пятна. Но я очень хочу, чтобы ту информацию, которую вы получили сейчас, вы направили в правильное русло. И пусть у вас получится наладить отношения со своей кожей, потому что кожа это самый большой орган человека. И давайте уже наконец-таки начинать воспринимать ее серьезно, относиться к ней с уважением. Поверьте мне, как только вы начнете за ней правильно ухаживать, вы сразу же увидите результат. Все. На этом все. Надеюсь, это видео было вам полезно. Если да, то не забывайте ставить лайк, чтобы я это видела. Пишите ваши комментарии. Не забывайте подписываться, смотреть предыдущие ролики. И мы увидимся с вами в новом видео. Пока!